Террамобил дарит вам возможность купить автомобиль Рено по очень выгодной цене. Как нужно себя вести, если к вам неожиданно на улице подбежала собака? Сколько тысяч лет они находятся на службе у людей? И какие породы пригодны к поиску взрывчатых веществ? Обо всем этом детям рассказали кинологи нефтекамской полиции. В древние времена получилось, что люди взяли щенков у волков и приучили их. А потом начали они экспериментировать. Вывели немецкую овчарку, лабрадоров, ротвеллеров, потом маленьких чихуакуа тоже. Я узнала, что многие породы собак, ну собаки все разные. Они очень интересные, они любят детей. Просто главное не дразнить их. А так они общаются. Я эта собака испугалась, но она в самом деле оказалась добрая. Ее можно погладить, с ней можно поиграть. Кинологическую службу с экскурсией пришли учащиеся одной из городских школ. После краткого рассказа об обязанностях четвероногих на службе детям продемонстрировали навыки и умения собак. Погладить лабрадора Лизу после того, как она нашла условную взрывчатку, решились не все. Хотя сама собака была не прочь. Посыпались десятки вопросов, что, когда и почему. А если мы боимся? Если вы видите, то что собака на вас бежит, в стадии, изобрите. Она подойдет, понюхает и уйдет. Если вы сопротивляться не будете. Она не увидит угрозу для себя. Собаки лают. Собаки почему лают? Понимаете, собаки это охранники. Она при приближении, там даже посторонний запах, или посторонний запах даже, и если она почувствует, она будет лаять. То есть, чужой человек подходит к защищаемой территории. Однако, кроме веселой шумной экскурсии, у детей состоялся и взрослый разговор с полицейскими на серьезные темы. Что нужно делать, если случайно, например, в общественном транспорте нашли неизвестный предмет. Стоит ли срывать контрольную работу звонком о заложенной бомбе и чем это грозит. Лилия Грифульна задавлечена время новостей.